Подписано российско-китайское соглашение о строительстве в Удмуртии завода мобильных буровых установок. Первые будут выпущены уже в этом году, а всего завод планирует выпускать до 100 установок в год. Учитывая большую зависимость по буровым от импорта и то, что стоимость каждой установки доходит до полумиллиарда рублей, масштаб события трудно переоценить. Важно и то, что предполагается поэтапная локализация производства. В Туве официально открыт ГОК на Кызыл-Таштыкском месторождении полиметалла. В проект вложено около 17 миллиардов рублей. Создано 840 новых рабочих мест, на каждой из которых приходится еще 3 рабочих места в смежных отраслях. В Ярославской области запущено новое производство дизельных электростанций в замкнутом цикле. От поставки металла до выпуска готовой продукции. На Волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» запущен стан 1600. Он позволит производить до 50 тысяч тонн холоднокатанного тонкого листа в месяц. В Ставропольском крае состоялось открытие Буденновской ТЭС мощностью 135 мегаватт. На Волгоградском НПЗ запущена новая установка первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн в год. Объем инвестиций в проект более 16 миллиардов рублей. В Пензенской области введен в эксплуатацию инкубатор мощностью 8 миллионов яиц в год. В Омской области заработал новый крупной завод. В Калужской области первая очередь комплекса по глубокой переработке зерна. В Саратовской области новая линия по производству полимерных материалов. В Якутии крупнейшая за полярным кругом солнечная электростанция. В Саранске завершено строительство оптоволоконного завода. В Петербурге запустили завод по производству тормозов для высокоскоростных поездов и фармацевтическое производство. В Краснодарском крае запущен завод по производству базальтовых труб. В Ленинградской области завод по производству газовых турбин. В Подновосибирском завод строительных смесей, а в Ростовской области производство высокотехнологичного текстиля. И это далеко не все за прошедшие две недели. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту российский военный спутник. Кстати о «Союзе». «Роскосмос» подписал крупнейший контракт на запуск иностранных спутников. До 2020 года должен быть выполнен 21 коммерческий запуск «Союза». Это к разговору о том, что после аварии «Союза» в апреле иностранные заказчики больше никогда не будут пользоваться нашими услугами. Тем временем в Новосибирске проведена первая в России операция с использованием отечественного протеза тазобедренного сустава из нанокерамики. Протез российский и стоит около 60 тысяч рублей против 2,5 тысяч евро за немецкий аналог. В России таких операций проводится 35 тысяч в год. Новосибирское предприятие планирует к следующему году выпускать до 20 тысяч эндопротезов. Вот вам и реальное импортозамещение. И еще одна тематическая новость из Новосибирска. Там молодой ученый из Института геологии и минералов случайно сумел получить новое вещество, которое может использоваться в рентгенографии. На его основе будет развернуто производство пластин, которые заменят привычные пленки. А их внедрение уменьшит дозу облучения и увеличит скорость работы. Аналогичные пластины производятся лишь в Японии на нескольких заводах и стоят чрезвычайно дорого. Так что это тоже про реальное импортозамещение. Сохраняйте позитивный настрой, работайте, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу официальную группу в сети ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!